всем привет с вами джейкоб и рубрика обзоры плагинов в этом видео мы будем осматривать полезный плагин под названием maintenance это плагин на технические работы на вашем сервере наверняка вы сталкивались с такими ситуациями когда вам нужно внести какие-то изменения на сервере установить и проверить новый плагина вайпнуть эндер мир и прочее однако когда на сервере есть игроки проводить подобные работы не очень уместно при помощи плагина maintenance вы сможете включить режим технических работ на вашем сервере и проводить все эти махинации при этом зайти на сервер смогут только администраторы или игроки которые находятся в вайт листе плагин простой и весьма удобный давайте рассматривать сегодняшний спонсор видео гриферский майнкрафт сервер стив варс сражайтесь игроками исследуйте мир гриферите базы других игроков классический набор гриферских возможностей и механик выполняйте квесты и зарабатывайте игровую валюту выставляйте ценные ресурсы на аукцион и торгуйте с другими игроками выполняйте работы и получайте заработную плату обязательно испытайте свою удачу в казино но не забудьте во время остановиться также на сервере есть бесплатные кейсы из которых вы можете получить игровую валюту уникальные вещи титулы или даже донат айпи сервера из ссылку на его дискорд вы найдете в описании под видео присоединяйтесь поддержите спонсора и так мы сейчас находимся на страничке плагина на спальгат mc.org плагин работает на версиях от 1.8 до 1.19 также в плагине есть поддержка банджи корда то есть вы его можете поставить не только на спиг от сервер но и на банджи корд также здесь можно ознакомиться с его основными возможностями командами впрочем это все можно также рассмотреть и в игре также здесь есть permission и которые в основном требуются для администраторов то есть это в принципе такой плагин который необходим для администраторов поэтому какие-то permission и и выдавать игрокам по сути вам не потребуется разве что при необходимости ознакомьтесь здесь есть список скачиваем плагин установка плагина самая стандартная обычная переносим скачанный jar файл в папку plugins и запускаем сервер мой локальный сервер запущен плагин сгенерировал все необходимые файлы конфигурации давайте с ними ознакомимся переходим в папку с плагинами папка maintenance и здесь у нас есть три файли к конфигурация где находится непосредственно настройка плагина file language где находятся все строчки из этого плагина и также файл white listed players в данном файле будут находиться все игроки которых вы внесете white list то есть если вы захотите чтобы какие-то игроки либо администраторы вашего сервера смогли зайти во время технических работ то вы их можете внести вручную в данный файл либо сделать это при помощи команды которые мы рассмотрим хорошо ну давайте откроем конфигурацию рассмотрим какие у нас есть параметры первый и самый главный параметр это maintenance in a blood это включение либо отключение режима технического обслуживания то же самое мы можем в принципе сделать не только в конфигурации у нас будет специальная команда при помощи которой мы сможем включить или выключить технические работы прямо в игре либо через консоль но также вы можете это сделать через конк pink messages это сообщение которое у нас будут выводиться в списке серверов то есть когда у нас будет включен вот этот режим технического обслуживания игроки будут видеть определенное сообщение вот эти скобки и сочетание символов br это перенос на вторую строку то есть все что идет после вот этого символа все вот это будет на второй строке здесь можно сделать даже вот так кавычки чтобы вы больше лучше видели вот это сообщение вот это сообщение у нас будет выводиться в списке серверов когда у нас будет включен режим технического обслуживания дальше у нас идут два параметра это команды которые будут выполняться при включении и при выключении технических работ то есть здесь у нас есть пример от разработчика если вы хотите при включении технических работ также выполнять какие-то команды вы можете их ввести в середине вот этих скобок как здесь разработчик в своем комментарии указал примере то же самое с выключением в этом плагине вы сможете задать определенное время технических работ то есть вы сможете сразу изначально указать что допустим технические работы у нас будут проходить один час 60 минут у нас будет для этого специальная команда которая мы еще рассмотрим в таком случае у нас будет выводиться следующее сообщение в списке серверов также у нас даже будет таймер который вы можете здесь как-то разукрасить здесь также используется градиенты вам нужно будет указать один цвет и второй цвет и вот этот текст который у нас здесь будет находиться он будет разукрашиваться в цвета этого градиента опять-таки здесь можно сделать вот такие вот скобки чтобы лучше видеть вот это сообщение само вот этот внутренний placeholder таймер он выводит время до окончания технических работ вы можете создать здесь несколько разных сообщений и выводить их при помощи там определенной команды также эти сообщения вы можете как включить так и выключить в списке серверов дальше нас идет и на был player count message то есть если вы хотите выводить какое-то сообщение возле онлайн а серверов списке серов там где находятся у нас полоски пинга сервером вы можете выводить какое-то кастомное сообщение в данном случае у нас просто здесь одно слово технически техническое обслуживание вы можете здесь установить что-то типа тех работы например по сути большая часть конфига здесь у нас настройка чисто визуальная как будут отображаться какие-то сообщения вот это вот этих технических работ и также player count power message это когда мы будем наводить курсор на вот этот как бы онлайн сервера в списке мы также можем выводить какое-то сообщение вы можете его задать вот здесь дальше у нас идет кастомная иконка вы можете создать какую-то иконку либо скачать где-то из интернета переименовать файл в майнтененс айкон также она обязательно должна быть формате png и после этого вы можете закинуть эту иконку в папку самого плагина то есть вот сюда также обязательно вам нужно будет включить этот параметр давайте я даже это сделаю потом это продемонстрирую таким образом вы сможете установить иконку во время технических работ то есть когда у нас будет включен вот этот режим у нас будет отображаться какая-то кастомная иконка saint join notification это отправка уведомление если вы выдадите игрокам вот этот permission то когда они попытаются зайти на сервер во время технических работ всеми игрокам на серии будет выводиться сообщение что такой-то игрок попытался зайти на сервер во время технических работ то есть но это чисто такие как бы объявления для администраторов скорее kick online players по умолчанию он включен когда мы будем включать вот этот режим технических работ то всех игроков которые находятся на сервере у нас будет кикать вы можете отключить этот параметр и таким образом игроков кикать сервера не будет однако новые игроки уже на и зайти на сервер не смогут поскольку у нас включены как бы технические работы здесь можно выбрать ваш язык здесь есть уже заготовленный русский язык насколько я понимаю поэтому вы можете даже станет установить здесь ру следующий параметр у нас отвечает за установку таймера если этот параметр включить то когда вы во время технических работ выключите сервер а потом его опять включите то у вас таймер будет как бы продолжать свой расчет дальше у нас указано время в которые у нас будет выводиться объявление о технических работах как я уже ранее сказал вы можете установить режим технических работ на какое-то время допустим на час на два часа и например когда до технических работ у нас остается 600 секунд то есть 10 минут у нас будет выводиться объявление что через 10 минут у нас будет включен режим технических работ на серии и последний параметр у нас в конфиге это проверка обновлений плагина и и я также обычно люблю отключать не люблю когда вижу куча напоминаний о том что вышла новая версия плагин последний параметр это версия конфига этот параметр обычно нигде не изменяется то есть если вы где-то в конфиге в любом плагине видите такой параметр то лучше его вовсе не трогать вот такая вот довольно простая конфигурация в файле со стройками у нас находятся строчки здесь ничего сверхъестественного по большому счету здесь перевода ничего не требует разве что какая-то одна строка вот по моему kick message когда игроки будут пытаться зайти на сервер во время технических работ они будут видеть вот это сообщение поэтому его однозначно стоит изменить кастомизировать под себя в остальном большинство сообщений перевода не требует разве что по желанию ну так же здесь есть некоторые строчки в любом случае если что в этом плагине есть заготовленный уже перевод на русский язык поэтому его вы сможете применить просто в конфиге изменив параметр language ру теперь зайдем на сервере посмотрим как этот плагин работает в игре и так я зашел на свой локальный сервер давайте рассмотрим команды плагина maintenance для этого мы вводим одноименную команду maintenance и можем просматривать список всех доступных нам команд эта команда будет доступна вам только если у вас есть опка либо админ к обычным игрокам по умолчанию эта команда будет недоступна да и в принципе она и не должна быть доступна обычным игрокам поскольку плагин в основном ориентирован на админ состав сервера значит давайте рассмотрим какие-то ключевые команды которые вам могут понадобиться думаю первые две команды понятно что они делают тому же здесь есть даже перевод третья команда это включение и выключение режима технических работ то что скорее всего вы чаще всего будете использовать давайте не отходя от кассы сразу же ее протестируем поначалу я уберу у себя опку до об джейкоб для того чтобы мы могли посмотреть как это будет выглядеть от лица как бы обычного игрока и так сейчас у меня нет опки и сейчас давайте мы включим режим технических работ просто прописываем команду maintenance он нажимаем enter и нас кикает сервер закрыт на технические работы вот это вот сообщение вы можете изменить в файле локализации у нас здесь после того как мы изменили в конфиге параметр language на ру у нас подгрузился конфиг с русскими строчками language ru поначалу изначально его как бы здесь не было и здесь вы можете все изменить по себе если у вас есть такое желание значит нас кикнулась сервера переходим к списку серверов обновляем и видим здесь сообщение что сейчас сервер на технических работах мы скоро вернемся также здесь у нас есть сообщение технические работы и при наведении вот здесь также есть определенное сообщение все это можно изменить мы это рассматривали в конфигурации давайте добавим какую-то кастомную иконку когда у нас будет включен режим технических работ чтобы отображалась какая-то кастомная иконка я об этом говорил чуть ранее для этого вам нужно вот в этом параметре установить true что мы предварительно сделали и также нам нужна иконка которая называется maintenance icon в формате png ее нам нужно переместить папку самого плагина у меня есть вот такая вот иконка я ее перемещу папку плагина теперь давайте перезагрузим плагин командой maintenance reload здесь как бы ничего нового enter обновляем список наших серверов и видим здесь нашу кастомную иконку вы здесь можете установить любую иконку вот таким вот образом теперь когда мы отключаем режим технических работ maintenance of режим технических работ выключен обновляем список у нас все возвращается к исходному состоянию иконка у нас пропадает и возвращается наше приветствие которые вы задали при помощи каких-то других плагинов я себе обратно выдал опку давайте рассмотрим еще какие-то полезные команды а здесь такие еще есть например maintenance старт таймера время в минутах можно запустить таймер до включения режима технических работ то есть допустим вы хотите провести технические работы там через 10 минут вы можете ввести команду maintenance старт таймер и указать 10 таймер успешно запущен сервер будет закрыт на технические работы через 10 минут это сообщение будут видеть все игроки его вы опять-таки можете кастомизировать в файле со строчками и каждые там несколько минут у нас будет появляться вот такое вот сообщение до тех пор пока у нас не включится вот этот режим технических работ то есть таким образом можно как бы оповещать игроков заранее о том что вы планируете там через какое-то время провести технические работы что также довольно удобно чтобы сбросить таймер вы можете ввести команду maintenance аборт таймер вот так вот таймер был остановлен при помощи этой команды можно остановить любой таймер который у вас запущен по такому же принципу работает команда maintenance and таймер только она запускает таймер выключение режима технических работ также довольно полезная команда maintenance shadow таймер и дальше мы можем указывать время через которое у нас включится технические работы и сколько они продлятся давайте рассмотрим как это делается вводим команду maintenance shadow таймер дальше вводим через сколько минут у нас включится режим технических работ допустим через одну минуту и сколько времени эти технические работы продлятся допустим пять минут нажимаем enter мы видим сообщение что режим технических работ будет включен через одну минуту и продлиться пять минут через какое-то время мы опять увидим об этом напоминание вот уже у нас 30 секунд как часто будут появляться вот такие вот упоминания точнее уведомления как бы это все определено у нас в вот в этом параметры в конфиге хорошо у нас 20 секунд осталось до включения вот этого режима у меня папка так что скорее всего меня сейчас сервера не кикнет однако мы рассмотрим как это все у нас как бы выглядит хорошо вот режим технических работ у нас включен хорошо сервер будет открыт через пять минут также если мы сейчас выйдем сервера напомню что у меня опка поэтому меня сейчас не кикнула если мы сейчас выйдем сервера мы увидим также здесь таймер таймер на пять минут мы указали что у нас столько времени будут длиться технические работы соответственно игроки смогут видеть таймер сколько еще осталось им ожидать что также довольно приятно разумеется таймер сам по себе не обновляется его нужно можно обновлять только через кнопку обновить списки серверов ну такая механика как бы майнкрафта также полезная команда maintenance white лист при помощи нее можно посмотреть какие игроки у вас есть white листей если вы хотите добавить какого-то игрока white лист вы можете ввести команду maintenance от и ввести ник игрока либо его уникальный айдишник в майнкрафте допустим добавлю я себя в этот белый список если вы хотите удалить какого-то игрока то вместо от используете римов и вводите также нет игрока хорошо я добавил себя в белый лист давайте вот так вот это протестируем я сейчас уберу у себя опку обычно без опки игроков у нас кикает во время технических работ но так как я добавил себя в white лист то скорее всего меня кикать не будет поэтому давайте вот включим режим технических работ maintenance он режим технических работ включен однако меня не кикнуло при этом у меня как бы нет опки нет админки и в принципе любых админских возможностей благодаря тому что мы добавили себя white лист нас кикать во время технических работ не будет и мы также сможем заходить на сервер во время технических работ сервер на технических работах при этом мы спокойно можем себе зайти на сервер поскольку мы в white листе на второй странице у нас уже такие менее значимые команды вы можете отобразить список всех доступных мол теги вот этих вот приветствий как бы у нас есть только одно здесь которое у нас указано в конфиге однако их можно создать несколько впрочем вот такой вот довольно простой и полезный плагин на технические работы ну а сейчас мы вернемся в нашу студию и там это все подытожим сегодня мы ознакомились с плагином maintenance много обсуждать его не приходится это весьма простой понятный и стабильный плагин который на сто процентов выполняет свою задачу есть минимально необходимый набор функций и возможностей есть поддержка связки серверов можно внести игроков white лист задать время технических работ и красиво оформить все сообщения при входе и в списке серверов данный плагин пожалуй один из самых популярных плагинов на технические работы на спикате и на мой взгляд это вполне заслуженно плагине разберется каждый что-то запороть у вас не получится поскольку все настраивается легко и интуитивно понятно я считаю что этот плагин должен быть в арсенале каждого сервера при возникновении любых проблем на сервере вы сможете включить режим технических работ и приступить к устранению неполадок ссылка на плагин и его документацию будет как обычно в описании под видео благодарю вас за просмотр с вами был джейкоб и рубрика обзоры плагинов на этом все всем удачи и всем пока